привет друзья ну вот она постепенно вырисовывается вырисовывается там уже бокал появился ну конечно может быть я и уберу этот бокал мы посмотрим что получится что жизнь покажет жизнь покажет интересные дела показывает оказывается вот тут мне написали а вы встречались с них с михалковым с никитой михалковым ну да встречался один раз жизни долго долго мы с ним разговаривали а так я встретился но я сначала передал видеокассету которую я делал много лет назад вообще с ним много лет назад встречался это было не сегодня вот передал сначала попросил чтобы ему передали в 3d я с ним встретился в 3d в этом помещении и значит я был с девушкой у него были лучше бы один пришел потому что у нее были такие голубые глаза ну короче говоря три часа мы с ним разговаривали и он все показывал свои метали но очень интересный собеседник очень не было тоже очень тесно мы с ним очень разговаривали потому что он нас встретил обняв меня и сказав волшебники наши прошли потому что он видимо посмотрел посетку а там было как я обучал людей саморегуляции по методу ключ и он начал рассказывать о том что у него тоже был такой случай что пленка какая-то прямо засветилась когда он какой-то кино снимал потому что там одна актрисы видимо было какой-то биопуры это меня конечно очень расстроило но я виду не подал потому что я в эти вещи не верю мне расстроило то что мог верить в эти вещи что можно на пленку засветить каким-то бен полем но странно это потом сейчас извините да какая-то реклама я думал опять какой-нибудь больной звонит ну так бывает но вообще лучше мне звоните после 20 часов уже потому что я и днем теперь заняты все время а теперь еще рекламы какие-то ну что такое что за жизнь такая но видите я вот не теряю ходы мысли ну да мы с ним разговаривали разговаривали и вот значит до чем мы договорились он начал рассказывать о том что хорошо бы сделать совместно российские французские итальянские какой-то институт подготовки актеров ну я очень обратился потому что метод саморегуляции ключ тогда бы был бы в руках актеров а это как раз то что надо ведь я сколько знаю моих друзей актеров они это очень очень легко обучаются именно ключу да 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 и актеры театра и актеры кино но они ведь сами по себе когда в роль входят некоторые из них когда роль совпадает незабываемые образы создает их помнят поколение чтобы быстрее актер ходил в роли как раз ему надо раскрепоститься как раз метод саморегуляции ключ позволяет быстрее раскрепощаться а кроме того быстрее выходить из роли и быстрее восстанавливаться вот что интересно я очень обрадовался что мы с никитой михалковым будем вместе делать такой институт международный ну да три часа мы говорили потом значит он рассказывал как он бегает как он иногда устает во время бега и почему это происходит вас таким удивлением почему это я устаю да так удивился да так бывает как человек вот но мне так странным показалось что человеку странно что он может устать такое было ощущение что ну со мной не должно быть такого я вдруг отбегал вдруг какой-то момент устала чего это вдруг устаю ну ладно на этом фиксироваться не будем ерунда все это значит потом мы с ним расстались очень задружившись вот потом он выбирался депутаты потом он ну короче говоря мы с ним созванивались потом дружили по телефону потом перестали дружить по телефону короче он был занят другими делами вот но я потом и перестал перестал но суть то в чем суть в том что смотрю я вот на некоторые его передачи с интересом вот не все мне понятно потому что я не всегда понимаю ради чего и ради кого он это делает или он это делает с оглядкой что кому-то понравится там или чего это делать я не понимаю в общем суть такая а тут мне еще позвонили и сказали я так горжусь нашими участниками школы человек будущего homo futurus потому что они говорят слушай ну там не дама позвонила я ее очень уважаю потом когда-нибудь раскрою секрет она мне позвонила и говорит ты так прекрасно прошлый раз это сказал что как раз таки вот общечеловеческие ценности любовь сопереживания чувствуя чужой боли способность сотрудничества чувство бесценности живого ну пересадим ряд который я выделил поставил и сказал что это лежит и в основах религии всех которые созданы тысячи лет назад а сегодня нужен новый язык сегодня нужна наука человечности потому что в религии там люди не нарушают каких-то заповедей чтобы там в раю там сказать ее получаете результаты а нужно в жизни получать результаты то есть по существу наука человечность и для этого и нужна несмотря на то что она прописана и в религии и в искусстве и в литературе она нужна как наука по критериям науки и вот это я выделил выделил главное выделил где нигде вот так не выделено ни в религии не дело так чтобы прямо четко сказано вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти качества человечности человечности потому что именно эти качества помогают человеку быть не только вести самосохранения выживания, а и быть не эгоистом, а альтруистом, быть жизнелюбым и дарить людям радость, и сотрудничать, и создавать с человечеством коллективный мозг для решения сложнейших проблем, как коронавирус, ядерные отходы, там и все прочее, для выживания, для выживания. Это называется духовной ценностью, а не вечной ценностью. Именно со-переживания, и если кто именно в религии находится, ради Бога, пожалуйста, и когда они говорят, человек не творец, а со-творец, то для меня, для меня, моя религия, это законы природы, как у Эйнштейна, да, как у Эйнштейна, это вот здравый смысл, чувство гармонии, потому что законы природы и создали наш мозг, все по законам природы, да, и мы поэтому имеем внутреннюю совесть, да, поэтому, да, и вот она, вот, очень уважаемый мне участник нашей школы «Человек-будущего холма-фатуроса», подсказала, она сказала, ты, сказав о том, что человек должен иметь это на земле, а не потом там, ты правильно, ты это сказал, но надо было бы добавить, кроме перечисления этих фундаментальных человеческих ценностей, который, как ты правильно сказал, не потом там, не нарушая заповеди, а здесь, на земле, это же точка опоры сегодня в этой нашей неизвестности, в турбуленции, когда все меняется, когда не знаешь, что будет завтра, но надо было, говорит, усилить, что усилить, я спрашиваю, но надо было сказать, добавить туда еще, кроме перечисления этих вечных ценностей, добавить и земные благие дела. Ох, какая она школа «Человек-будущего холма-фатуроса», это просто прелесть. Дама у меня добавила, а женщины спасают мир, и мужчины находятся на попечении у женщин, и они мирят всех. Да, мужчины там расширяют пространство жизненное, защищают женщин, но находятся на их попечении. Потому что, если бы не их человечность, они же мать, они же мать. Да. Ну, до встречи, друзья. Итак, благие дела, земные. Это наша точка. Обгон.